Добрый день! Вам наверняка известно, что при помощи vidIQ можно создавать обложки для ваших видео. Прямо при помощи этого сервиса и сразу же на ютубе. Чтобы понять, как это делается, давайте разберем в этом видео. Сначала переходим в творческую студию, в то видео, для которого хотим создать обложку. Здесь мы видим кнопку создать значок видео. Здесь есть несколько вариантов. Кадр из видео, сплошной цвет, произвольное изображение, либо текущий значок видео. Мы можем, например, перетащить файл сюда, нажимаем на эту область, выбираем нужный нам файл, нажимаем открыть. Но в таком случае значок будет таким вот растянутым. Можно заменить файл, но следующий значок, он тоже будет растянут. Нам такой способ не подходит. Сплошной цвет, тоже не хочу. Можно попробовать выбрать кадр из видео. При помощи этих кнопок можно переключаться прямо по отдельным кадрам. При помощи всего проигрывателя переключаться между разными далекими друг от друга участками. Выбираем наиболее лучший, как нам кажется, кадр и нажимаем на следующее. Здесь мы уже добавляем какие-то элементы. Если какие-то добавляются автоматически и они нам мешают, можно удалить. Здесь вы можете прописать текст, выбрать шрифт для него, выбрать размер, цвет самого текста, жирный он будет, подчеркнутым и так далее, выбрать его прозрачность, границу толщину и так далее. Если граница нам не нужна, то ставим здесь значение 0. То есть здесь, например, я напишу слово отзыв, выберу так, вот так, жирный и подчеркнутый, прозрачность половина, граница черная и толщина вот такая. Добавить текст, вот как выглядит наш текст. Можно его потом будет увеличить и будет вот такой значок. Форма, например, мы хотим сделать какую-то, какой-то фон для текста. Пусть это будет овал, цвет вот такой, добавить форму, то есть мы можем вот так вот выделить наш текст. Переместить по слоям, здесь надо выбрать цвет самого объекта, например, вот так. Если нужно добавить какое-то изображение, то мы можем воспользоваться смайликами, например, либо при помощи этого же меню загрузить какой-то, например, логотип. Дальше мы можем перейти на раздел со шаблонами. При нажатии на загрузку можно разместить уже готовый шаблон, то есть все, что я сейчас разместила, можно в принципе удалить и разместить вместо этого прошлый шаблон. Предположим, мы придумали делать такую обложку. Мы переходим, например, в текущий значок видео и уже отсюда изменяем, то есть из уже готового, сохраненного кадра. То же самое и следующее. Здесь выбираем, что мы хотим добавить, пусть будет, пусть будет логотип. Настраиваем прозрачность, нажимаем на следующее, здесь как будет показываться наша обложка и нажимаем сохранить значок видео. Ваш значок сохранен, может потребоваться несколько минут, чтобы YouTube отразил изменения. Нажимаем закрыть. Вот здесь, как нас предупреждали, нужно подождать некоторое количество минут, но в целом мы уже увидели нашу обложку, как она будет выглядеть. Если вы просто приместите какой-либо файл для вашей обложки, то в принципе, может быть и такая картинка, как вот здесь показано на видео. Я же вам напоминаю, что если вы хотите получить полную версию VDQ бесплатно на пробный период в 30 дней, вы можете пройти по ссылочке ниже и при помощи нее уже получить этот пробный период. Вы можете протестировать функции, понять, что из них вам нужно, что нет и для себя оценить, стоит ли пользоваться платной версией и будете ли вы продлевать доступ, либо нет. Решайте, думайте и пробуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok